Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Наверное, не найду ни одного поклонника рока, который не знал бы моего сегодняшнего героя. Знакомьтесь, Андрей Шкуратов или, как знают его в городе, Андрей Кришна. Демократичная трибуна для культурного самовыражения. Именно так когда-то назвали и до сих пор считают в отчину Андрея Кришны арт-клуб планетарий. Неутомимой энергией моего героя можно только позавидовать. До 27 лет он блистал в КВН, а сроком не расстается еще со студенчества. Эту способность не стареть он прежде всего ценит и в других. Вот эта фотография имеется в единственном экземпляре, причем в таком обрезанном и даже раскрашенном фломастером. Никто не верит, что это я в 20 лет. А еще никто не верит, что в ранней юности Андрей Шкуратов мало чем отличался от других. Только в старших классах в нем, наконец, разглядели неплохого артиста и парня, как минимум, со способностями. А, был таким шибзиком, мы все гоняли. В его жизни все не случайно. В старших классах Андрей Кришна грезил звездами. В смысле, увлекался астрономией, хотел даже поступать в МГУ. Что ж, звезды в его жизни есть и сегодня, правда, вполне земные, но очень талантливые. Вот это, например, очень смешная была история. Это был концерт, посвященный десятилетию планетария. Группа «Троймедель» была приглашена, ну, в качестве одного из хедлайнеров. За какое-то время до концерта гитарист сломал ногу. Так вот он здесь вот на костылях стоял, играл. Вот у него прям приглядеться два костыля. Ему просто вот аплодировал зал, ну, что называется, стоя. Хотя, понятно, что стоя. Вот тоже очень был смешной концерт. Концерт группы «Ари» для ОМОНа. Почему-то вот милиция, тогда еще была милиция, решила, что вот надо вот охранять артистов от публики. Группу «Дом художника» использует на сцене абсолютно не музыкальный инструмент. Это болгарка. Первые рок-концерты в здании бывшего кинотеатра «Москва» начали проходить еще в 96-м. Он ведь и сам когда-то пришел на эту сцену в качестве выступающего артиста. И вовсе не думал, что будет и руководителем, и арт-директором, и менеджером, и диджеем, если нужно. Сейчас буду хвастаться, мне кажется, лучше мне это никто не сделает. Да нет, ну, конечно, это шутка, но тем не менее, я как-то, наверное, в своем месте буду. В ежовых рукавицах никого не держат, но именно этот азарт и самоотдача делают свое дело. Отсюда и отношения подчиненных. По-понебратски, гады. Сознательная тяга к металлу началась с посещения концерта «Арии» в ДК Станкозавода. Появилась даже своя группа, которая сначала называлась «Автоматика», а затем «Хардобстрел». И это уже другой, выдержанный творческий продукт, известный в городе коллектив Петрович и компания. Собрались для прикола, признается Андрей, а в итоге через неделю, 29 марта, отметят 12-летие. На железной, на дороге, нет ни горя, ни забот. Паровоз не часто ходит, только пару раз за год. Ведь в течение полугода, как навьюченный осел, машинист таскает воду, прохудившийся котел. «Первый альбом в домашних условиях мы выпустили лет 17-18 назад. Втроем клавиши, с автокомпанементом, гитара и вокал. Все это записано было в домашних условиях. На кассеты записали, кассеты раздали друзьям, все были в восторге. Это, конечно, был ужас, то, что там было записано». Сегодня от первого состава только он, вокалист тот самый Петрович и багаж позитива. Иначе не прорваться. «Позитив» – это, понятное дело, какой может быть юмор без позитива. А так у нас все именно смешно. Мы, когда на сцену выходим, а главное, чтобы смешно было. Что мне очень нравится, я вот когда вот пел, там вот что-то поешь, песни там про любовь, там что-то еще про что-то. Надо играть, надо быть актером, надо вживаться в то, что поешь. Сейчас ничего не надо делать. Выходишь на сцену, начинаешь играть, начинаешь валять дурака, я такой человек по жизни. Пусть я одна на кадр, хоть чуть-чуть короче, Пусть зуба не хватает одного. И пусть стеклянным глазом видишь, ты не очень, Такой девчонки нет ни у кого. С тобой хоть час, Ты моя, моя, Пошел бы в ЗАГС, Красивая моя, Но только ты, Ты моя, моя, Сломала мои светлые, заветные мечты. На этой фотографии у меня, Может, год, может, полгода, Вот, что характерно, на рубашке осел нарисовываю. Я совсем недавно обнаружил эту фотографию, Чечень обратил на это внимание. Поклонники прекрасно поняли, о чем речь. У нас символ нашей группы, это осел. Мы на сцену выводили живого осла. Это, конечно, был кошмар. С этим ослом, то есть, Мы надеялись, что там, Из-за кулис Петрович выйдет на нем, Под музыку, Но когда пришло время этого осла выводить, Было так, Синь Петрович с гитарой, Который боится с него свалиться. Спереди два человека осла этого тащат за веревки, Сзади двое толкают, Народ в зале ржет. Ну, все тоже, все думают, Ну, как это так они на сцену живого осла вывезут? Ну, как так? Вот, вывели! Ну, конечно, чего это стоило? Вот. А если он ничего не понимает, Уж вот так вот назад, Это значит, что он побаивается. А вот, что происходит вокруг. Вот. Второй раз, когда мы его вводили, Уже что-то было попроще. Он уже, видимо, слышал. Это был тот раз? А он один всего был, я не знаю. Андрей Кришна из тех, Кому явно повезло с родителями. Как любая творческая натура, Он просто обязан был принять участие В любых увлечениях. От вокала до занятий спортом. Каждый человек себя из чего-то лепит, Как гончар свой лучший кувшин. Только применительно к творчеству Этот сложный сосуд Нужно постоянно пополнять. А иначе какое звучание? Хотя хулиганом я не был никогда, Но вечно вертелся на уроках, Болтал. Учился, там, Ну, четверки, Ну, и на тройки тоже. Короче, я по жизни учусь только Хорошо по тем предметам, Которые мне нравятся. А нравились, между прочим, Точные науки. Может, поэтому он не стал Сильно отпираться, Когда мама посоветовала Поступать в радиотехническую академию, Которую он, кстати, Так и не закончил. В радиике начался Рок-н-ролл, стем, КВН, звездный поход И все такое. И, в общем-то, Вот это вот у меня потом Я понял, что инженером Я никогда не буду. И понял, что я все-таки Несколько неправильно Вступился, пошел в радиоинстук. Хотя, не жалею ни о чем. Примерно тогда же Родился и псевдоним Кришна. На первом курсе В звездном походе Они организовали секту Имени Потреса Лумумбы. Конечно, Андрей стал предводителем. Оттуда и пошло. Я не люблю, Когда ко мне таксист Обращается на ты. Но когда я общаюсь С незнакомыми людьми По музыкальной сфере, Я всегда со всеми Обращаюсь на ты. Потому что тут я считаю Это нормально. А когда на улице Незнакомый человек обращается на ты, Я считаю, что это просто Верхняя воспитанность. Единственный человек Какой-то из рок-н-ролловских. Меня навы общается Гребенщиков. Дважды он брал штурмом Стены Гнесинки. Мечтал поступить На эстрадное отделение По вокалу. В итоге понял, Что эту крепость Просто так не одолеть. И мне все говорят, Иди в театральное училище, Иди. Половина на руку Говорит, Половина говорит, Да не поступишь ты! А он взял и поступил В Рязанский институт культуры, Пополнив ряды Режиссеров-затейников. Если надо, И танцы поставит, И декорации сделает, И драматургию предусмотрит. Позитив тоже Должен быть осмысленным. Часто делаешь Не просто концерты, А что-то театрализованное. Полтора года назад Фильм снимали К этому, К Холовин, Там специально у нас было По Гоголю, По Вию, Все мероприятия Начинался он с фильма. А вот то, Что больше, Половина его сердца Принадлежит не року, А рязанской природе, Признаться стало откровением. Правда, Тут оговорка. Походы должны быть Легкие и смешные. Каждый лет я живу На Черненьком озере. Это ласково в лесу. Как-то общаюсь С какими друзьями, С которыми вот тоже там Ну, тоже там живу. И один мой знакомый, Который тут они есть, Он говорит, Слушай, такое впечатление, Что вы вот всю зиму Только об озере и думаете. Я говорю, да. В его сердце Хватает места Всему и всем. Когда-то на прогулке В Константиново За ним через всю деревню Бежал брошенный котенок. Со слов Поехали со мной У розовой леди По кличке Фенечка Началась практически Светская жизнь. Он ее холит И балует, Она преданно Едет с хозяином В любые дали, Даже если это Очередной поход С палаткой. Случаев из жизни Хватит на целый сборник, Где еще, например, Увидишь зрителей, Которые едва Научились ходить. Это дочка подруги. Этой фотографии Уже больше 10 лет. Вот с двух лет И все начали водить. Вот воспитание у человека На сцене, кстати, Японская группа. А она стоит за кулисами Такая вся уже. Хотя ничего не понимает, Наверное, как. А для тех, кто понимает, Они все споют 29 марта На концерте В честь дня рождения Группы Петрович и компания. Желаю, как всегда, Аншлага. Субтитры создавал DimaTorzok